Добрый день! Мы продолжаем наш курс по книге Вейкра, Левит. У нас теперь 14-я лекция. Мы находимся в разделе «Кедушим», «Будьте святы». И это 19-я глава книги Левит, 5-й стих. Я думаю, что надо выключить. Натар, окей. Значит, и... Я думаю, что Натар просто вышел микрофон. Все нормально, да. Итак, значит, и... Весь раздел «Кедушим» — это раздел «Будьте святы», и дальше излагаются принципы святости. То есть мы в прошлый раз обсуждали, что вся главная тема книги Левит — это святость. И озер «Кедушим» в этом смысле центральный в книге Левит. И есть связанные мнения, что святость — это общий вектор, или это следствие заповедей, или заповедей недостаточно, нужна еще дополнительная святость. Это мы обсуждали в прошлый раз. Но дальше перечислены заповеди. И в основном они касаются социальной сферы. В основном. То есть святость реализуется прежде всего в отношениях между людьми и в жизни социума в целом. Но есть отдельные заповеди, которые в этом перечислении вопросов святости, которые занимаются другими вещами. И вот это то, что у нас сейчас перед нами. Пятый стих — это про мирные жертвы. «Когда приносите Господу мирную жертву, приносите ее так, чтобы она была угодна. Ее следует съесть в день приношения и на следующий день. То, что останется на третьего дня, должно быть сожжено, но если будет съедено от нее на третий день, то это мерзость. Она не будет угодна. Кто такой съезд, будет виновен, потому что он искренил святыню Господа и душа его истыдится». То есть, во-первых, сама эта тема о том, что можно есть жертву только два дня, она у нас была и раньше. То есть об этом мы знаем саму эту заповедь. А здесь она включена в систему связности. Потому что, значит, что мы отсюда видим? Во-первых, почему эта заповедь находится среди социальных заповедей? Потому что жертва, мирная жертва, шламин, это жертва социальная, жертвоприношение социальное. Мы знаем, что есть жертва приношения, например, всесожжения. Оно не имеет социального характера. Человек приносит всесожжения, и это его личная как бы жертва в храм. Или, например, жертва за грех, хатат, или там жертва вины, ашам. Все это жертва, которую человек приносит сам за себя. Но жертвоприношение шламин имеет другой характер, потому что его съедает сам тот, кто приносит жертву, и он должен съесть ее очень быстро, за два дня. А если это жертва благодарности, там есть два варианта, просто шламин и жертва благодарности, то она съесть даже за один день. И к ней еще там очень много хлебов прилагается. Это целый баран, барашек, и еще много хлебов. И чтобы съесть такую жертву, нужно обязательно собрать группу. То есть одному ее съесть невозможно. Это семья, и обычно больше, чем семья, еще родственники, друзья. То есть это такая тряпеза, связанная со Всевышним. И часть возносится на жертву, и часть дается левитам, а основное все съедает сам приносящий жертву и его гостям. Поэтому эта заповедь, она социальная. То есть один из элементов святости. Таким образом, это посвящать свои празднования Всевышнему. Не просто он делает празднования. Обычно, конечно, жертву шламим приносили не просто так, а посвященную поводу торжества семейного, какого-то события. И это праздничный сбор друзей и родственников. И вот этот сбор друзей и родственников он делается не просто отдельно от храма, а он делается в связи с храмом, в связи со священниками. То есть человек как бы подключает свою личную, свое личное празднование, он подключает ко всей системе, к храму и ко Всевышнему. И вот это смысл, вот это, вовремя, уже это приношение. Именно поэтому она здесь находится среди социальных заповедей, потому что это заповедь собрать эту группу друзей и родственников. И также здесь очень важный момент, что принесение жертв должно быть так, чтобы она была угодна. Потому что совсем не просто принесения жертв — это достаточно. Здесь, кстати, из этого стиха выводится очень важная вещь, что отличие же это приношение от всех прочих заповедей. Любая другая заповедь считается выполненной, даже если человек не имел в виду исполнить ее ради Всевышнего. Это касается не только таких заповедей, типа «не убивай» или «не укради», где понятно, что они имеют ценность, даже если человек не имел серьезных размышлений, а просто хорошо себя ведет. Понятно, что это все равно ценно. Но даже и заповедь, например, «Тфилин», например, или «Мезузы» и многие другие заповеди. Общий принцип, что заповедь выполнена, если даже не было крованы. То есть если человек не размышлял об этом долго и серьезно, и в это душевно вкладывался. Конечно, если он с кованой, то это лучше, но даже если он не очень с кованой, не очень вдумав, и все-таки вешает на дверь Мезузу, это все равно заповедь выполнена, потому что Мезуза на двери, даже если он не очень об этом думает, все равно это необычайно важное, которое сама воспитывает человека. А вот с заповедью Житого иношения не так. Если человек во время Житого иношения не было правильного намерения, Это и намерение поесть жертву правильно, и намерение ее съесть вовремя, и намерение, чтобы эта жертва была связью между ним и Всевышним. Если у нее не было правильных намерений, то жертва неправильная. Поэтому жертвоприношения очень сильно отличаются от всех остальных жертв тем, что от них требуется гораздо больше. Теперь, почему ее нужно съесть быстро? Я уже говорил, что это желанность жертвы. Человек не просто растягивает, не то, что у него просто еда, а он с нетерпением ее ест и зовет в нового гостей, чтобы они быстро ее сняли. В этом выражается его радость, его сильное стремление принести жертву правильно. Именно поэтому она будет принята. А если этого нет, то жертва принята не будет. Вот и, соответственно, если съедем на третий день, то есть так затянул, что вообще уже осталось на третий день, то это уже не будет, жертва не будет принята и не будет благоволения к человеку. И, соответственно, человек будет виновен, причем до такой степени, что если убийца из своего народа. То есть вообще, надо сказать, что с храмом это очень большая проблема. Во многих вещах человек сам решает, как ему правильно строить жизнь. Даже очень многие заповеди человека решают самостоятельно. Ну, например, там, скажем, такой простейший пример возьмем, что надо отдавать десятину. Какому именно левиту ее отдавать? Человек выбирает сам. Не говоря, что там о миллионе других вещей, которые в заповеди только общее ограничение, направление, но не детализация. А вот в храме ситуация иная. В храме нет места для самодеятельности. Там, или ты детка делаешь, или прямо наказание от сечения души. То есть ни шаг ни вправо, ни влево в храме не допускается. И мы обсуждали, что общий принцип этого, в чем причина этого, в том, что храм – это как бы посольство Всевышнего в нашем мире. Ты приходишь в чужое место. Там храм и все, что связано с храмом. Ты должен вести себя так, как говорит хозяин этого места, и полностью ему следовать. Это не твой дом, где ты можешь делать, как считаешь нужным. А ты еще не ориентируешься в этой области. Когда ты перейдешь на следующий уровень развития, ты, может быть, научишься в этом ориентироваться, и сам будешь знать, что правильно делать. Ну, вот типа, что если в каком-то месте высокое напряжение, а не обычное домашнее напряжение сети, то там запрещается любая самодеятельность, потому что ты сам не понимаешь, как там надо себя вести. Тебе кажется, что ничего особенного, ты просто прошел под линией электропередачи, а будешь из-за этого, мол, шепани. Поскольку это 10 тысяч вольт, то это не то же самое, что 200 вольт вольт. Совершенно другие следствия. Именно поэтому с высоким напряжением не допускается самодеятельность, это то, что не допускается в храме. Вот это у нас про мирные жертвы. Переходим к следующему параграфу. Дальше у нас идут законы социальной справедливости. То есть опять-таки мы видим, что эти законы социальной справедливости — это очень важная часть религии, важная часть святости. И не может быть святости, если не делятся с бедными. Но, как всегда, очень важно подчеркнуть, что в Таре есть очень много указаний богатому человеку, сколько он должен и обязан дать бедным, но совершенно нигде нет того, что бедные имели право бы забрать у богатого. Этим отличается как бы политическое… сегодня это альца между политическим правым и политическим левым. То есть не надо думать, что левые за то, чтобы помогать бедным, а правые против того, чтобы помогать бедным. Ничего подобного. Правые точно так же за то, чтобы помогать бедным. Но правые считают, что богатый сам ищет, как помогать бедным. А нам нужно мотивировать богатого на эту помощь и объяснять ему, как это важно и почему это нужно делать. Но решение остается за ним. А левые считают, что богатые сами не поделятся, если в них не отобрать и не издевать. То есть левые за права бедных, а правые за обязанности богатых. В этом в некотором смысле разница между левой и правой политической позицией. Поэтому, когда иногда говорят, что тара, она за социальную справедливость, и мы тоже за социальную справедливость, то вопрос, что такое социальная справедливость. По таре социальная справедливость — это если богатые делятся с бедными. А сегодня, к сожалению, социальность людей понимается иначе, что это право бедных отобрали богатым. И тогда, конечно, ничего хорошего не получается. Да, поэтому всевозможные как бы социальные заповеди в Таре — это никоим образом не социализм. Вот это огромная разница, что заповедь делиться и помогать бедным — это неоподобный социализм. Это самый нормальный моральный капитализм, а вовсе не социализм. Потому что социализм начинается там, где отбирают у богатых, а вовсе не там, где богатые делятся. Окей. Значит, теперь перейдем конкретно к тому, как это указано. Значит, мы в 19 главе, 9 стих. «И при сборе урожая в вашей стеолине дожинай до края поля и подбирай упавшего прижатки. И виноградник не собирай дочисты, не подбирай виноградник отдельных ягод». Или упавших ягод, наверное, правильно сказать, да? «Упавших ягод, оставь их бедному и пришельцу». То есть, как им, это похожая вещь, да? И для поля и для виноградника не надо до конца все собирать, надо оставить край, или в винограднике не все снять грозди, а также то, что упало, тоже отдать бедным, не подбирать. И мы видим здесь очень важную идею, что на самом деле край поля – это не самая лучшая часть поля. Край поля, там кто-то потоптал, не хожу, там не точно шел по дороге, где-то там мусор с дороги, или там ветер принес пыль. То есть, край – это худшая часть поля теперь. И поэтому сжинать край – это, в общем, не очень экономично для промышленного сельского хозяйства, даже для хозяина, которому очень важно эффективность работы, а не просто собрать все. Край – это самая неэффективная работа. И также то, что упавшее. Галаха здесь говорит, что если упало два колоска, то подбирать нельзя, а если упало уже три, то уже подбирать можно. То есть, если упало много, не то, что там собирало, у тебя рассыпалось. И рассыпалось, можно шел спокойно подобрать. Но если упало где-то один-два колоска, то ебаться за ними неэффективно. И вот эту неэффективную работа, и с виноградником то же самое, что нужно не собирать дочисто, это не собирать неправильные, как бы плохие гроздья, которые некачественные. Или не подбирать упавших ягод, что, разумеется, тоже очень неэффективно. Поэтому эту неэффективную работу оставляют бедным. Бедный, у него нет денег, но у него есть время. Если бы у него не было бы времени, сначала бы, что его наняли на работу, и это значит, что он уже перестанет быть бедным. У него тогда появляется... Если бедному эффективно наняться на работу, то он не будет заниматься подбиранием колосков или виноградных ягод отдельных. Если он нанят на работу, то он будет работать и купит тогда еду. Но если у него нет работы, и вот это и есть бедный, который не может найти нормальную работу, то значит, у него есть время. И поэтому это время нужно конвертировать в его пропитание. И здесь поэтому что делается? Здесь нет того, что ты должен отдать урожай. Хотя тоже есть, это отдельная запись. Есть тоже, но это не каждый год. Десятину, первую десятину, то есть вторую десятину, два года ее сам съедает человек, а один год отдает бедному. То есть он каждый третий год только отдает бедным часть урожая. А основная ему вещь, он еще отдает десятину левитам, это отдельная вещь, но просто бедным, не левитам, он отдает только раз в три года. А два раза в три года он сам использует эту десятину вторую на поездку в храм. Но постоянно он отдает бедным неэффективную часть работы. Поскольку у них нет заработка, следует у них есть время, поэтому пусть они собирают тот урожай, который упал, те колоски, которые упали, или наградные ядерки, которые упали, те, которые плохие грозня или плохая часть поля, то есть с краю. Это все требует времени на то, чтобы это переработать, на то, чтобы это очистить. Зато у бедного есть время. То есть это очень важная вещь. То есть бедные должны работать в той части, где это требуется для общества. Ведь то, что бедные соберут эту часть урожая, они в целом увеличат урожай общий. То есть часть урожая, которая пошла на переработку, которая на еду, она увеличится от того, что придет бедный и соберет колоски или упавшие ягоды и виноградники. От этого увеличится как бы общий урожай собранный. Поэтому вместо того, чтобы давать бедным пособие, бедным дают общественно нужную работу, неэффективную. Но им, так сказать, это не велфер. Им не выдают просто деньги. Их нанимают на малоэффективную работу, но за нее что-то все-таки платят, и тогда они перестают быть бедными. Вот это очень важный принцип Тары, что не надо раздавать деньги, нужно сдавать работу, пусть даже малоэффективную. Тогда бедные будут гораздо более здоровыми, общество будет гораздо более здоровыми, что бедные не будут бездельниками. Они будут работать и получать, соответственно, вознаграждение, и по-другому все будут относиться к ситуации. — Пример Халуки? — Окей, да. И нечего сказать, что еврейская традиция всегда этому следовала. Совершенно верно. Есть пример Халуки, но в Халуку считалось, Халука — это то, что те деньги, которые собрали в мире для евреев страны Израиля. Но здесь это было другое дело, потому что считалось, что очень важно, чтобы они жили в стране Израиля, что трудная жизнь, и люди на это пошли и живут в тяжелых условиях, и занимаются учебой, и поэтому нужно поддержать как бы передовое национальное отрядство, а не Израиля. И это опять-таки, то есть они выполняют некую важную общественную социальную функцию. За эту функцию то же самое, что студенты Еширы в классической ситуации. Мы знаем, что есть такой принцип, что приличный город должен содержать обязательно десятерых людей, которые сидят в Ешире и больше ничего не делают. — Это Аллаха? — Ну, это как бы принцип, здесь нет глухи, это социальное устроение. — Это в среднем веке, когда это? — Это до XIX века. Если с какого века это началось, это я не могу сказать, но вообще-то, все средневековье, да, что любой приличный город содержит десять, как бы, на интересном, даже бездельников. В смысле, они не занимаются, а работают. — Батлонин. — Ну да-да, десять батлонин, да. Они сидят и учатся, и больше ничего не делают. Но за это в городе есть место, в котором учатся. И поэтому любой, так как, балабайт, в смысле домохозяин, может туда прийти и посидеть, поучиться. Ребенок, можно оттуда найти себе учителя. То есть это люди, которые себя посвятили учебу. Они не должны выдавать продукт всегда. Но важно, городу важно, чтобы это было. Ну, это то же самое, что современный город будет содержать людей, которые будут рисовать на улице, например, да. Зачем нужно рисовать на улице? Ну, потому что город лучше выглядит, когда на улицах картинки, а не голые стены, допустим, да. Условно говоря, если так нравится. И так далее. Почему? То есть то же самое, это некое украшение города, это необходимое его часть. Поэтому это все социальная функция, а не просто сдавать людям деньги ни за что. Те, которые батлоним, они должны себе учиться, иначе тоже не батлоним. Это? Да. Да-да. У этого обычая есть еще и практическая часть. Если 10 человек постоянно 9, как он сидит и учится, это означает 10, и когда ему можно по какому-то какому-то кадж прочесть, но у него однозначно миньян есть, и он с окрестных полей не собирает. Я думаю, что нет. Я думаю, что миньян, я думаю, что миньян, он завис от этого, потому что утром все приходят на молитву. Если у кого-то нет. А, значит, это не, это не, это... Ну, да, но это... Здесь всегда есть. Да, но это не нормальное. Я не думал, что это было бы, это нормально. Может быть, да, но мне кажется, что здесь, потому что есть время молитв, на которое по Игии все должны приходить на молитву, и поэтому это гораздо больше, чем дети собираются. Ну, например, в любом сегодняшнем религиозном населенном пункте совсем не обязательно там есть какая-то. Сегодня такого нет почти что, потому что все учатся в разных Ешилах, вся система Ешил поменялась. Но в религиозном населенном пункте есть ли молитвы, тогда все приходят вовремя, и тогда там есть всегда 10 человек, поэтому тот, кому нужно считать кадры, если он религиозный, то он приходит на эту молитву. Это скорее... Сегодня, если человек не очень религиозный, он не ходит на молитву, а ему нужно просто время от времени идти, конечно, для того, гостя. Ну, в общем, это, мне кажется, менее социальная важная вещь. По крайней мере, я не думаю, что это... Ну, конечно, число 10, сухаря. Ну, конечно, ну, да, это просто потому, что 10, это есть люди. Окей, значит, мы обсудили это. Дальше. 11 стих. Да, понятно, что есть бедный и поишельный. Знаешь, а поишельный нет своего поля виноградника, поэтому ему... Да. Отдельно, пришельцы отдельно всегда упомянут еще очень важная вещь, что вот, да, есть бедный и пришельцы. Почему пришельцы так упоминают? Потому что о пришельце люди меньше думают, и поэтому нужно их больше мотивировать. Как бы, бедные, это же обычная ситуация, что населенный пункт, он столетиями существует. И поэтому бедняки местные, они как бы всем хорошо известны. А вот пришельцы, он недавно появился. И поэтому он еще не настолько знаком, потому что поэтому на него обратить особое внимание, на то, что Бог поддерживал, поддерживал. Окей. Дальше. Значит, одиннадцатый стих «Не креодите, не отрицайте, не обманывайте друг друга». Значит, эти все три пункта понимаются, как подчеркнуто друг друга, вот это добавление, как оказалось бы, что оно добавляет. Вот. Оно подчеркивает, что это касается социальных отношений между людьми. То есть, здесь «красть» это в социальном смысле, то есть имущество, «отрицать» это в социальном смысле, это не то, что человек что-то отрицает, что Земля верит вокруг Солнца или любую другую, так сказать, метафизическую или не метафизическую истину, да, так сказать, или что-то такое. А это имеется именно в отношениях между людьми. То есть, отрицание это то, что человек, например, взял что-то на хранение, а потом отрицает, что он взял или там о чем-то договорился, а он отрицает, что был бегомор. Это отрицание. И обманывать тоже это обманывание в социально-экономической сфере. То есть, все эти вещи это отношение к имуществу ближнего. Запрещение воровать, запрещение отрицать, что ты взял или договорился и запрещение обманывать в смысле имущества. Совершенно другим является вопрос абсолютно. Это, например, обманывать не в смысле имущества. И это очень сложный вопрос. Например, человек спрашивает что-то про тебя самого, что ты совершенно не хочешь ему говорить. Можно ли не сказать ему что-то там правду, например, да? А как-то это затушевать. Ответ — да, совершенно ты не обязан про себя вообще рассказывать другим всю информацию. Это никакой не обман. Это как бы нормальное невмешательство в личные дела. А обман — это если что-то делаешь, его касающиеся. Это может быть и материальным, это может быть и не только материальным. Но касается социальных взаимоотношений, а не лично тебя. Потому что все касается друг друга. Именно не клядите, не отрицайте, не обманывайте в отношениях между людьми в социуме, а не в отношении себя самого. Дальше. И не клянитесь двенадцатый стих. И не клянитесь ложным моим именем, не оскоряйте имя твоего Бога. Ну, это связано с продолжением предыдущего, что если он в одних социальных конфликтах, он украл или отрицал, что взял, или обманул, кто-то дойдет до суда, и в суде ему придется крясться. Соответственно, значит, кража или отрицание, или обман приведет к тому, что он будет крясться ложным в суде. И дальше. Тринадцатый. Не притесняй ближнего, и не грабь, и не задерживай до утра оплаты наемного работника. Это, в отличие от предыдущего, это вещи открытые. Если у нас было ни клянити, ни отрицайте, ни обманывайте, это вещи скрытые, то есть у них нет явных доказательств, или это не видно остальным. И поэтому после них договориться, что не клянитесь, сложно, потому что если нет доказательств, то в суде действует клятва. Соответственно, это может прийти к ложной клятве. А здесь уже другие вещи. Притеснение, грабеж и задержка за оплату, это вещь известная всем. И поэтому это запрет открытых вещей, которые насилие сильного, по отношению к более слабому. Притеснение, опять-таки, может быть, самое разное, как бы нечестное поведение, по отношению к нему. Грабеж — это открытые, незаконные, отнятие имущества. И задержка платы — это, значит, то, что ты должен заплатить, когда или это дневной, тогда, соответственно, до утра, поэтому сказано, или это, если договор, то по окончании работы, когда договорились. Но, соответственно, задержка платы означает вид воровства, и это только открытая вещь, что это все в один стих сделано. Следующий стих, 14-й, он говорит о запрете действий, которые сам тот человек не может воспринять. То есть сам объект, он не воспринимает это вещи. И это не приклинает глухого, и не клади приграду принципами. Опять-таки, значит, глухой, он может быть, или он не слышит об этом, или в переносном смысле он глух к этому. То есть это ему совершенно неважно, он не появляет значение проклятием, это его не расстраивает, тем не менее, это делать нельзя. И, соответственно, приграду перед слепым, слепой тоже не знает, что и как, и не узнает. Или он там слеп, опять-таки, как глух, он может быть психологически глух, так и слепой, он может быть психологически слепой. Он не понимает что-то, или не разбирается, или он морально слепой, то есть его можно спровоцировать на что-то. То есть во все эти случаи это ситуация, когда сам объект не ощущает, что ты делаешь поршение к нему плохо. И они объединены в одну вещь. И, соответственно, бойся твоего Бога, я говорю, Господь, поскольку здесь это можно оценить, только сам человек поступает, ли он хорошо или плохо, а никто вокруг оценить это не может. Теперь, после этого, следующий, 15-й, это судебный аспект. В суде не допускай справедливости, не склоняйся к бедному, не угрожай великому и честно суди ближнему твоему. Опять-таки, все эти заповеди уже были. Это не первый раз, когда они встречаются. Но здесь они сконцентрированы в параметре святости. То есть сконцентрированы тот аспект общественной жизни, который является святостью. И это мы видим, потому что здесь всюду в основном перечислены именно социальные отношения. Ну, а то, что не склоняйся к бедному, тоже уже там комментировалось всегда, что это вещь, что уникальная в тайне, потому что можно ожидать, что еврейский судья будет склоняться к бедному и попытаться бедному сделать лучше, даже если он не прав, исходя из жалости. Такая жалость к суде, она совершенно недопустима, потому что если происходит жалость к суде и бедному дается то, что ему не принадлежит, то это разрушает всю социальную структуру общества. И поэтому, хочешь помогать бедному, помоги ему после суда. На суде должно быть все как честно и правильно, да если бедный проигрывает, зачем проигрывать. А если хочешь ему помочь, то это отдельно от судебной ситуации. Мы знаем, в современном мире, насколько это важно, и как весь мир очень часто судят, что я с бедными, значит им надо помочь и совершенно нечего пытаться добиться из вопроса справедливости, а нужно судить, кто бедный и несчастный, и помогать бедным. Вот она категорически против такого подхода и, значит, говорит, что это завершает вообще всю жизнь и весь социум, а суд должен быть правильным, а уже помощь. Помощь — это отдельно, а суд — это отдельно. Вот. И когда скажешь честно судьи ближнего твоего, то это касается как судьи, которые судят конфликт между людьми, так и когда ты судишь кого-то. Причем честно судьи, это понимается так, что вот «цедок», вообще слово «цедок» — это не всегда слово «честно», да? Для нас бывает «цедок» — это вот милостиво или симпатии судьи, да? Поэтому судьи ближнего твоего милостивой, симпатии и позитивно. Но, тем не менее, не закрывай глаза на то, что он неправ. Не то, что нужно все, так сказать, через его звездочки смотреть. Но, значит, тем не менее, судьи его с лучшей стороны, позитивно и честно, но с лучшей стороны. И это, соответственно, правильный подход к суду. Значит, следующий пункт, шестнадцатый, это пункт взаимоотношений с другими, которые не… Это не отнятие чего-то. Это, скорее, некое позитивное отношение к социуму. Это не… Ну, да, не разноси сплетни в твоем народе, да? И не стой на крови ближнего. То, что там сплетни прямо на КВП Олике, это понятно. Но здесь именно не разноси сплетни. Это не… Не говори ложно о своем ближнем, да? Это что-то другая запреть. Не отзывайся ложно, не давай ложного свидетельства. Это было отдельно. А здесь это… Даже если вся информация совершенно правильна, которую ты говоришь, не занимайся тем, чтобы эти сплетни разносить, даже если они правильны. И здесь, может, наверное, если мы будем сравнивать эти заповеди, которые как бы заповеди святости, с десятью заповедями, то мы видим совершенно разный характер. Десять заповедей направлены прежде всего на предотвращение тяжелых преступлений. Там, не убивай, не полюбодействуй, не кради. Причем не кради в десяти заповедях, то есть это кража человека. Там, не глупоклонствуй. То есть вещи, которые фундаментально разрушительны и преступления. А здесь это не вещь уровня такого брутального преступления, а некоторые более тонкие вещи. Там вот здесь тоже есть не кради, но это в отношении уже экономическом. Но не просто там не кради, а он в ранге, что не отрицай, не обманывай его, не давай ему неправильных советов. То есть это тоже как бы совершенно обязательная вещь, это заповеди, но это заповеди более тонкого и более возвышенного уровня в целом, чем десять заповедей. Потому что десять заповедей это еще не святость. Это базовый завет. А это уже поднятие на более высокий уровень, чем базовый завет и более тонкий. И поэтому здесь нет заповедей не убивай, например, а здесь заповеди и стой на крови ближнего. То есть не только сам не убивай, но и не допускай, чтобы были совершены убийства. Не допускай, чтобы ближний погиб, а ты его не защитил. То есть позитивная заповедь оказывать помощь, а не только негативная заповедь не убивать, например. Или не разноси сплетни. Не только заповедь там не давая ложного свидетельства, а не разноси сплетни, даже если они правильные. информация правильная. Не мысли, что здесь право на правильность. Право на правильность, может быть, да, может быть. Да, что нельзя сплетать от человека какую-то информацию, которую он не хочет. Да, хотя даже если она совершенно правильная. Очень правильно, да, что стих 16 очень хорошо ложится в ситуацию права на приватность. Пожалуйста, правильно? Так, хорошо. Дальше. Не питай в сердце ненависти к брату твоему, объясняй и обещавай ближнего, не понесешь за него греха. Опять-таки мы видим, что это заповеди как бы отношения более тонкого, что не питай ненависти к своему брату. То есть исправляй себя, и вот эти вот чувства ненависти, оно изрушительное для тебя самого. Исправляй это чувство, потому что не только что нельзя делать, проявлять ненависть, но и нельзя, чтобы она у тебя, в тебе была. Это разрушает тебя самого. И дальше объясняй и обещавай ближнего, ну, такой перевод я сделал, ну, здесь то есть то есть увещевая, увещевай, такой двойной глагол, но поскольку по-русски не смотрится двойной глагол, да, тогда надо перевести двумя смыслами слово увещевай. То есть объясняй и увещевай, не понесешь за него греха. И интересно, что эта фраза понимается в двух смыслах. Во-первых, что если ближний делает плохо, ты должен ему объяснять и увещевать, а если ты это не делаешь, то ты несешь грех. Но с другой стороны, ты должен так объяснять и увещевать, чтобы это не стало грехом. То есть если в результате твоих объяснений этот ближний будет только хуже себя вести, и ты его обидишь этим, или тем более, значит, ты сделаешь что-то публично, и он обидится, и это его будет стыдить, то тогда ты сам будешь нести за это грех. Поэтому это как бы такая обоюдоостная заповедь. Если ты можешь на него повлиять, но ты его не увещеваешь, то ты виноват, потому что ты несешь на себя грех, что он делает неправильно, а ты мог бы его остановить. А если ты не можешь его остановить, то не надо его увещевать, само увещевание будет грехом. Оно только приведет к еще большим неправильностью. Поэтому такая тонкая вещь, что сказано по этому, что так же, как есть заповедь увещевать, если тебя услышат, так и есть заповедь не увещевать, если тебя не услышат. Не понесешь греха за неправильное увещевание. За публичное. Поэтому нужно очень сильно думать, как увещевать. Поэтому тот, кто не умеет увещевать, пусть он лучше этим не занимается. Потому что если его действия повернут к противоположному, то это не другой виноват, что он меня не послушал, а ты виноват, что ты его неправильно увещеваешь, в результате он хуже только действует. Это общий вопрос. Если наши действия ведут к тому, что другие ведут себя хуже из-за того, что мы так с ними общаемся, то он виноват, что ведет себя хуже, или ты виноват, что так по отношению к нему действуешь. И то, и другое как бы есть. Поэтому это интересно, что это увещевание так, чтобы не было греха, оно обоюдовство. Но тут требование от нас узнать результаты нашей убийцы. Да, требование понимать результаты. Совершенно верно. А что же делать, если мы не можем понимать, откуда мы знаем. Но на опыте ты понимаешь, что это ничего не приведет. Такая вещь, значит, тогда не делай. Или на опыте ты думаешь, поэтому думай, как ты делаешь, а не просто бы и все поручено, значит, я буду это самое. Поручено, что в субботу машины не ездили. Ну все, я перекрою дорогу, значит, ты думаешь, что будет того, что перекроешь дорогу, увеличится из-за этого числа не ездящих в субботу, или наоборот будет только хуже, они будут против фаеритии настроены. То есть любое действие по как бы большему соблюдению может обернуться больше нелюбовью к религии из-за того, что кого-то заставляют. Поэтому, когда ты кого-то заставляешь соблюдать, то все плюсы от того, что он соблюдает, перекрываются минусами того, что он настроен против. Поэтому, соответственно, не делай этого для вещевая и тем более не заставляй. Так, теперь 18 стих. Не мсти, не храни злоба на сынов твоего народа. Ну, как бы всегда объясняется, что такое месть, это он сделал мне что-то плохое и ответил ему кем же, или храни злобу, это он мне сделал что-то плохое, а когда, значит, я делаю, я тебе не сделаю плохое, как ты поступил. Я помню, что ты поступил плохо, а я тебе сделаю хорошо. Ну, там, классика, да? Ты пришел к нему одолжить там домашний инструмент, а он говорит, я тебе не дам. А на следующий день он тебе приходит что-то одолжить. Или ты говоришь, я тебе не дам, потому что ты мне не дал, это мсти. А я не такой, как ты, я тебе дам, но ты не хожу, но я хорошо, это нельзя сохранить дом. Да, это как бы классика, да? вот, но, но, очень важно, что здесь написано сынов твоего народа. Почему здесь это подчеркнуто? Потому что, вообще-то, месть, это совсем не такая простая штука. Есть месть, которая нужна в мире, и это месть между, в отношениях между народами. На самом деле, внутри самого народа тоже есть месть. Вот, например, человек кого-то убил, его, допустим, за это казнят. Это месть или это не месть? Где отличается месть от наказания? Если мы говорим о том, чтобы, например, что делалось наказание, чтобы это не повторилось. Ну, например, человек ворует, мы его, знаете, там, сажаем в тюрьму, чтобы он не воровал. Мы хотим предотвратить воровство. Но если, например, А убил Б, специфически, не просто кого-то убил, а потому что вот с Б он поссорился, и за это А убил Б, и убил очень там плохо и так далее, то, во-первых, А совершенно никого другого убивать не собирается. Он хотел убить конкретно Б. Поэтому даже если он останется на свободе, он никакой опасности не представляет. Конечно, вовсе не все эти убийцы, да? Убийца, который убивает произвольного человека, чтобы его ограбить, он опасен. Но человек, который убил, потому что у него был конкретный какой-то конфликт с другим человеком, он совершенно не является, так сказать, убийцей, опасным для общества. Совершенно. Это абсолютно не такая вещь. Кроме того, можно его, например, как-то там, садить в тюрьму, например, он уже не сможет никого убивать. А тем не менее, есть случаи казни по закону. Вот. И тюрьма, собственно, не является главной. То есть, есть очень много таких вопросов, что даже в системе наказания, даже и современная система наказания, содержит в себе очень много мести. Что такое месть? Это данному человеку, мы это делаем для того, чтобы предотвратить действия этого человека, а потому что преступление должно быть наказано. А зачем преступление должно быть наказано? Чтобы другие так не делали. Обычный ответ. Вот. Надо сказать, что, во-первых, чтобы другие так не делали, это тоже большой вопрос. Правильно это повлияет на людей, потому что, если в случае, что действие было совершено конкретно, учерпывая по конкретной причине, то это никак, может быть, и не повлияет на делу. Может, повлияет, может быть, нет. Но в любом случае это и есть месть. Зачем вообще делается месть? Месть для того и делается, чтобы люди так не поступали. Поэтому нельзя сказать, что вообще мести нет. Даже система наказаний внутри народа содержит в себе месть. А здесь запрет на частную месть. Вот. И, кроме того, что даже месть, даже и внутри народа бывает, например, мститель за кровью. Который вовсе там он ограничен, но он вовсе не уничтожен. Он не уничтожает этот принцип. Он остается. Опять-таки, это вопрос, который можно и считать, что это допустимо, недопустимо. Но понятно, что то, что написано здесь, не мсти, не храни злобы. Это касается экономических мещений, а вовсе не убийства, допустим. И, кроме того, это не касается отношений с другими народами. Потому что в своем народе, во-первых, вы составляете общий организм. И, что еще более важно, в своем народе есть правосудие. То есть, если человек не мстит частный, потому что за него отомстит, ну, нет, если государство, или общество, или социум, или, так сказать, совет старейшин, не важно, так сказать, является формализованным государством или нет. Но в своем народе ситуация всегда у всех народов, даже не имеющих, так сказать, формальной государственности, общество судит. И поэтому месть, она передана социуму. А в отношениях между народами никакого такого органа нет. И поэтому между народами месть-таки, да, продолжает быть очень серьезной вещью. Нельзя сказать, что совершенно ее нет. Потому что иногда, и даже очень часто, месть — это единственный способ сделать так, чтобы это не повторялось. Если, там, не знаю, кто-то пришел из другого народа и, там, убил у тебя кого-то, то очень, может быть, надо пойти и наказать. И это, конечно, месть. Опять-таки, она нужна не потому, что ты будешь обязательно сделать, чтобы все было справедливо. А здесь сама справедливость — это в том, чтобы это было отомщено. То есть, иначе, если такой мести не будет, то ситуация не исправится. Ну, не знаю, там, во время Второй мировой войны неслучайно союзки бомбили немецкие города, в том числе там, где это не требовалось чисто военным образом. Не потому, что там стояли военные соединения, но что нужно было обязательно показать Германии, что так нести себя нельзя. И это была, конечно, чистая месть. Но, тем не менее, именно она привела к тому, что ситуация совершенно изменилась. Несколько в Первую мировую войну после нее очень быстро началась вторая. А после Второй мировой войны все, тем не менее, уже там ситуация такая, что никакой войны быть не может. И, тем не менее, это было, во время войны это был элемент мести, безусловно. Амалек – это месть? Нет, и Амалек – это месть, да. Амалек – это вообще отдельный случай. Но даже и не с Амалеком, в любом случае, пришли какие-то, например, люди с другой стороны и сделали преступление. Должен ли ты обязательно поймать этих конкретных людей? Или, если другой народ действует как единое целое, то ты можешь после него по теории войну, независимо совершенно от того, кто находится на поле боя. Ведь на поле боя стрельба по врагу – это, в общем, убийство внесудебное. То, что ловишь врагов и каждого судишь, а что он, собственно, конкретно сделал. Если уж не так, ты общаешься с этим народом как с единой организацией, с единым целым, потому что иначе невозможно. И поэтому не мсти, не хиани, злоба – это очень важно. Это внутри народа, а между народами – это отдельное совершенно вещи. И месть иногда нужна. А сейчас, когда существует как называемый международный суть трибунал? Ну, все для юбинских. Трибунал, он действует только в случаях крайних. Но, например, Израиль не может обратиться в трибунал, чтобы он запретил Хамасу из газа стрелять по Израилю. Если бы можно было бы судебной системой, то не надо было бы Израилю защищаться против газа и стрелять в ответ. Тем не менее, Израиль стреляет в ответ, а вовсе не обращается в международный трибунал. В международный трибунал абсолютно не может ничего сделать. Он может пытаться судить постфактум, когда война закончилась. В процессе войны он вообще ничего не в состоянии сделать. иначе никто бы не вооружался, все бы обращались в международный суд, если бы он был неспособен. За безумие это... Да, но на то же я бы сейчас опять в стеонет поделал, честно ли он сует или не честно, даже если бы он очень честно сужил. Он абсолютно не способен ничего сделать. Да, поэтому все трампы приходится защищаться. Что они решили судить Американцев А, да-да-да. Это отдельная история. Да, что они решили судить Американцев за... допустим, в Афганистане. При этом они не взялись судить, допустим, Талибан. А чужой Талибан не судили? Ну а кому он интересен? Талибан, они... Да, да-да-да. Он сложил этих людей по голове не пустит. Да. Да, это такая же история. Да, вот. Да, окей. Значит, поэтому это очень непростая вещь. Вот. И дальше «И любить его ближним от своего себя и от Господа». Здесь есть очень важный момент в этом месте. Что, во-первых, как всегда вопрос, что такое любовь к ближнему? Кто такой ближний? И здесь есть зазор, как и всегда, и всюду между обязательностью и идеалом. Обязанностью является любовь к своему народу. Идеалом является любовь ко всем. Вовсе неверно сказать, что в иудаизме нет идеала любви ко всему чечеству. Конечно, он есть. Это и в Кабале много об этом пишет, и в Хангитре пишет. Человек не может достичь святости, если он не любит все человечество. Ну, там, Равкук об этом много писал. Просто разница в том, что в иудаизме любовь должна быть градуирована. Есть обязательный уровень, это свои, а есть желательный уровень, идеальный, это все вообще. Поэтому нельзя сказать, что в иудаизме нет идеала любви ко всем. Конечно, есть. Просто слово заповедь понимается в иудаизме как обязанность. А, например, в христианстве часто заповедь понимается от идеала. То есть не предполагается, что люди выполняют заповеди, предполагается, что они стремятся к выполнению заповеди. То есть это идеал. В смысле идеала и иудаизм и христианство здесь совпадают. Например, что желательно идеалом является любовь ко всем, да. Идеалы совпадают. Но иудаизм говорит, да, тоже любить веога, обязанность такой нет. Но если человек любит веога, то тоже никак не плохо. Плохо, если он помогает врагу. Относиться к веогу хорошо, это правильно. Но, например, там, скажем, не нужно ненавидеть арабов. Мы с ними находимся в войне, и они, в общем, наши враги безусловно. Но совершенно не нужно к ним испытывать ненависть. Если человек говорит, я их тоже люблю, в это хорошо. Плохо, если он любит арабов так же, как евреев. Тогда плохо. То есть важна гравировка в любви к человечеству, а вовсе не сам факт, что он любит другую сторону. И поэтому это очень большая разница. Да, но, конечно, идеал такой же, идеал — это любовь ко всем. Теперь важный здесь момент, что есть любовь, на еврейке есть вагавта-эт или вагавта-ле. То есть, по-русски автриотно перевести, то есть, любить кого-то или любить для кого-то, что они, если они так перевести. Вот здесь есть агава-эт — это чувствовать симпатию кому-то. Агава-ле — это помогать ему практически. Хорошо относиться на практике. И здесь вагавта-ле-ре-хакамуха. То есть, здесь на практическом уровне сделать хорошо, так же, как я хочу сделать себе хорошо. Потому что любить от кого-то, как себя самого, совершенно невозможно и неправильно. Я вовсе не должен чувствовать другого, так же чувствовать самого себя. Если бы я чувствовал всех над других, я должен был бы каждый день радоваться и веселиться, потому что у кого-то из моих ближних в смысле в народе есть радость в этот день и быть в трауре, потому что у кого-то из народа хава в этот день. В каждый день есть кто-то, кто в трауре и кто-то, кто в радости. Если я чувствую его как самого себя, я должен каждый день и находиться в трауре, и находиться в веселье. Это, понятно, шизофрения. Поэтому здесь нет того, что я должен чувствовать ближнего как самого себя. Я должен относиться к ближнему как к самому себе. Это совершенно другая категория. То есть, когда ты что-то делаешь в отношении к ближнему, должен думать так, а как вот ко мне было бы правильно, если так действовать или нет. И тогда это действительно становится реальной, понятной заповедью, а не совершенно непонятным принципом любви ближнего как самого себя. Поэтому любви как самого себя это очень неправильный перевод. Это действуй по отношению к ближнему, исходя из любви к нему, к нему так же как ты действуешь к себе, исходя из любви к себе. Вот это будет гораздо более правильный перевод вот этого любви ближнего самого себя. Человек очень часто к твоему сопернику относится, должен уступать или должен защищать свои интересы. Ну, опять-таки, да. Это отдельный вопрос, потому что есть действительно принцип, что это, что ты сам к себе тоже ближний. То есть не то, что любви ему больше, чем само себя. Но и, конечно, есть известный принцип, что если там двое идут по пустыне и у одного из них пляшка, должен он поделиться, чтобы умерли, или он должен сам пить, чтобы сам не умереть. Вот. И он не должен отдать. И он не должен отдавать эту пляшку. И если он выживет, значит он выживет. Потому что никакая заповедь, она не является абсолютной. Нельзя из этой заповеди возникнуть от самого себя, ее абсолютизировать до того, чтобы она все разрушила. Это касается, кстати, не только этой заповеди. Касается абсолютно. Это все чего угодно. Любой правильный идеал, будучи обсирализированным, ведет ситуацию к развалу. Поэтому это заповедь любви ближнего к самому себя. В смысле действовать по отношению к нему из любви, даже если ты действуешь по отношению к себе из любви, этот принцип есть, безусловно. И очень важный. Но есть и другой принцип, что ты важнее, чем он для тебя. Поэтому вовсе не надо действовать в ущерб себе. Абсолютно. Окей. Хорошо. Значит, я думаю, да, и здесь еще известная вещь, что нужно любить самого себя, да. Так как если ты не любишь самого себя, то ты и другим не можешь ничего хорошего сделать и позитивного. Если, потому что ты там безразличен к себе, а вот тогда и ты другим безразличен. И другим. Потому что надо очень важно любить себя, заботиться о себе, иначе ты не сможешь заботиться о дым. Хорошо. Я думаю, что нам надо здесь закончить наше обсуждение. Хорошо. Значит, мы тогда здесь закончим и продолжим через две недели, по-моему, да, Наталья? Правильно? Да. Правильно, по нашему исписанию? Да. Так, вопросы? Есть ли вопросы? Следующая неделя? Нет, нет, через две недели. Так, есть ли у нас вопросы? Наталья? Я не вижу и не слышу. Хорошо. Тогда мы на этом заканчиваем сегодня и продолжим через две недели.